Танцы, больше танцев. Тематика этого проекта «Наш двор» – стиляги. Надо отметить, выдержана на все сто. Костюмы организаторов, музыка, конкурсы, участники действа, жители Новомолокова, смогли погрузиться в атмосферу 50-х. Мы делали упор на танцы, и танцев было много на площадке. Мы не стали делать какие-то интерактивные задания, как обычно делаем, потому что стиляги – это все-таки танцы. Поэтому танцев было много, и танцы удались. Проект «Наш двор» был разработан молодежным советом при главе Ленинского района и реализовывается на территории всех поселений муниципалитета. В частности, в Молоковском удалось задействовать четыре двора и в каждом провести по четыре мероприятия. Они носили свою тематику – каменный век, сказочная Русь, дворцовая эпоха и, наконец, стиляги. Организаторы поставили перед собой цель в игровой форме погрузить участников в историю. И им это удалось. Светило, и есть чем заняться. Кажется, разные конкурсы, и все по-другому. Но не только конкурсами и танцами. Молоковская активная молодежь развлекала местных ребятишек. В зоне мастер-классов ребята делали открытки, и не только. Мы лепим, рисуем, клеим. И танцуете? Ну да. Будешь делать открытку для родителей? Угу. А в каком цвете? Белым. Почему? Потому что мне нравится белый цвет. Новомолоковский двор стал последней площадкой проекта. Но жители сельского поселения настолько воодушевили данные мероприятия, что люди просят продолжения. Поэтому представители Молоковской администрации не видят причин на этом заканчивать реализацию акции. Акция «Наш двор» захватила только четыре площадки в нашем поселении. Площадок очень много. У нас, конечно, и администрация поселения, и администрация района теперь в каждом населенном пункте сделала не одну площадку детскую, а даже несколько. Поэтому есть такая идея о том, чтобы в каждом населенном пункте была такая программа. Может быть, не такая, может быть, похожая. Но были бы очень рады. Успешная реализация проекта была бы под вопросом, если бы не помощь старших по домам, которые привлекали своих соседей, знакомили их с программой мероприятия и участвовали в ее подготовке. В Новомолокове таким помощником стала Нина Чернова. На праздники исполняющая обязанности главы поселения вручила активистке грамоту за плодотворное сотрудничество. Это очень хорошо, что администрация проводит такие мероприятия, потому что у нас очень много детей, и, конечно, родители работают, и подчас дети оставлены, как говорится, без надзора. А здесь они все-таки, когда с ними занимаются, родители более спокойные. Организаторы уверены, уже в этом году начнется цикл новых мероприятий в рамках проекта «Наш двор». Особенно масштабные ожидается на День поселения. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.